Я что делаю? Некоторое такое математическое вау, а дальше самое интересное. Мы это решение сейчас поищем, давайте я немножко попробую похулиганить, будет интересно. Добрый день, дорогие друзья! С вами Профематика и я, Игорь Уколов. Сегодня мы с вами чуть-чуть затронем понятие комплексных чисел. Вот совсем чуть-чуть, но так, чтобы какое-то представление, что это и зачем они нужны, у вас было. Итак, поехали! Итак, все начинается с того, что мы с вами вводим новое число. Число i. Почему оно i догадаться очень легко? Imaginary. И это число такое, что оно в квадрате равно минус 1. У того, как это число в целом появилось, достаточно интересный исторический путь, об этом можно почитать. Вот. Мы сейчас этого касаться не будем, скажем только, что все началось с формулы кардана и решения кубических уравнений. Но потом комплексные числа очень плотно проникли в математику и, в общем-то, скорее всего в ВУЗе вы будете их изучать. Значит, комплексное число у нас будет обозначаться z и иметь вид a плюс b и t, где a и b это какие-то действительные числа. То есть мы рассматриваем новые числа, такие, что вот число имеет вид, ну и давайте пусть это будет z1, равняется a плюс b и t. Дальше можно посмотреть на еще одно число z2, ну оно будет a2 плюс b и 2, b2i, простите. И дальше возникает вопрос, что с этими числами можно в целом делать. И здесь, перед тем, как поговорить, что с ними делать, мы поговорим о еще геометрической интерпретации комплексного числа. Значит, мы нарисовали две оси, и пусть одна ось у нас действительная, ее мы будем называть real. Вторая ось imaginary, ну или мы будем называть ее мнимой осью. Ну и тогда как раз любое комплексное число, если еще здесь ввести начало координаты единичной отрезки, можно как раз нанести. То есть вот это у меня единички, а дальше я могу нанести точку a1 на действительную ось координату, b1 на мнимую ось. Ну и, собственно, я получил нашу точку, соответствующую z1. Ну вот по некоторым соображениям удобнее будет даже z1 нам нарисовать, как вот такой вектор с началом, в начале координат. Сейчас будет понятно, почему это удобно. Вот это у нас будет z1. Ну а дальше я что делаю? Я выбираю точки a2, b2, и могу такой же вектор нарисовать для z2. Вот. И дальше получается достаточно красиво. Ну, начало-то простое. Хочу сложить два комплексных числа. И правило здесь очень простое. Мне нужно сложить их действительные части, a1 плюс a2. И мне нужно сложить их мнимые части, b1 плюс b2. И умножить на i. Вот. С точки зрения того, что происходит геометрически, то есть с точки зрения векторов, на самом деле у меня происходит сложение двух векторов. Я строю зеленый вектор, строю желтый вектор. Ну и вот по правилу паралограмма у меня получается вот как раз вот такой оранжевый вектор. И это вектор z1 плюс z2. Вычитание комплексных чисел, ну, с точки зрения я, соответственно, происходит как обычно. Мы вычитаем. Ну, достаточно здесь все естественно. Ну, с точки зрения векторов происходит просто вычитание векторов. То есть, на самом деле мы строим вектор минус z2. Что это? Ну, на самом деле у него будет минус a2 минус b2. То есть, он будет направлен в другую сторону. Ну, а дальше складываем его с двумя этими. Ну, складываем вектор z1 и вектор минус z2. Получаем результат. Ну, с точки зрения координат происходит вот это. Вот. Еще комплексные числа можно перемножать. И вот эту процедуру мы с вами определим тоже достаточно понятно и естественно. Мы просто перемножим два комплексных числа, как скобки. На a2 плюс b2i. Ну, и чего происходит здесь? Здесь я a1 умножаю на a1 на a2 плюс a1 b2i плюс a2 b1 i плюс b1 на b2 на i квадрат. Вот. Ну, и помня вот это, я могу записать, что передо мной это, в общем, a1 a2 минус b1 b2 плюс a1 b2 i. Вот. Это умножение. И сейчас я попробую не доказывая, просто рассказать вам, что геометрически происходит с умножением комплексных чисел. Это некоторое такое математическое вау, которое, может быть, вы не оцените, но рассказать про него я попробую. Здесь надо будет сказать, что такое число сопряженное, комплексное число. Но это, собственно, число, у которого перед b1 поменяли знак. И дальше, если я умножаю число на свое сопряженное, то что происходит? Ну, у меня получается, на самом деле, если вот так же скобками перемножать, получится разность квадратов. Вот. И я получу просто a1 в квадрате, a минус b1 в квадрате на i квадрат. Вот. Ну, а i квадрат это минус 1, поэтому я получаю a1 квадрат плюс b1 квадрат. Значит, этому можно придать очень простой смысл, это длина вот этого вектора. a1 квадрат, b1 квадрат, ну, то есть, по теореме Пифагора, получили длину этого вектора. Ну, а здесь произведение числа на его сопряженное, это просто получается. Длина вектора в квадрате ее называют модулем комплексного числа. Вот. Модуль комплексного числа в квадрате. То есть, длина вот здесь модуль z, модуль z1 квадрат, вот здесь модуль z2 квадрат. Хорошо. Значит, определили понятие модуля комплексного числа, как на самом деле длины вот такого вектора. Можно еще определить понятие аргумента комплексного числа. Аргумент комплексного числа, это угол, который это комплексное число образует с действительной осью. Пока определим так. Аргумент z1, ну, это просто альфа. При этом мы будем говорить, что альфа принадлежит от минус π, не включая, до π. То есть, если у нас комплексное число отложено вот так от действительной оси, будем считать его аргументом именно π, чтобы у нас не было, опять же, двух разных значений. Ну, вот, аргументом комплексного числа z2 давайте назовем φ. И в роли φ у нас будет, как бы, его здесь нарисовать. Давайте вот тут я нарисую, вот так стрелочкой покажу, что это φ. Вот. И получается, ну, получается вот два аргумента. А дальше самое интересное. Когда я перемножаю z1 и z2 геометрически, ну, то есть алгебраически происходит что-то очень странное. Самое интересное происходит, самое интересное происходит как раз геометрически. Потому что геометрически мы получаем, ну, естественно, мы получаем новое комплексное число. Его тоже можно изобразить вектором. И вот этот вектор, у него длина есть, ну, или его модуль, есть произведение модулей z1 на z2. То есть фактически это вектор, длина которого равна произведению длин двух других векторов. А его аргумент это сумма аргументов z1 и z2. То есть это α плюс φ. Кажется, это красиво. Вот. То есть здесь вот прям получилась вот такая крутая геометрическая интерпретация. Ну, и... Ну, это вот такой первый звоночек в пользу красоты комплексных чисел. Значит, здесь можно было бы немножко поговорить про деление. Комплексные числа можно делить друг на друга. Вот. Но сейчас в это мы не полезем. Тут не то, что... Ну, в общем, не то, что нам сейчас это нужно. Просто давайте скажем, что комплексные числа также можно складывать, вычитать. Так, а почему я здесь плюс написал? Вычитать же. Складывать, вычитать, умножать и, соответственно, делить. Вот. Ну, теперь, значит, давайте мы с вами еще немножко уравнение порешаем. И вот я хочу решить в комплектных числах, например, вот такое уравнение. z2 равно минус 4. В действительных числах решения не было. В комплектных мы это решение сейчас поищем. И как мы это с вами сделаем? Сделаем мы это с вами в лоб. То есть мы представим z как a плюс b и. Ну и что такое z2? Это число, умноженное на себя. a плюс b и. Ну и получится у нас a2 минус b2. Ну, потому что b2 и квадрат это минус b2. Ну и плюс 2 a, b, i. Вот. И дальше, если мы хотим, чтобы это число равнялось минус 4, то есть действительному числу, значит, мы понимаем, что мнимая часть должна быть равна нулю, а действительная часть должна равняться 4. И дальше я могу просто систему написать, что a2 минус b2 равно минус 4, а 2ab равно нулю. Ну и помним, что a и b это у нас как раз вещественные числа. Дальше мы понимаем, что либо a, либо b это 0. Но если a 0, тогда минус, тогда все хорошо. Минус b2 минус b2 равно минус 4, b2 равно 4, b равно плюс минус 2. Ну а если b 0, то a2 равно минус 4. В вещественных числах мы знаем, такое уравнение не решается. Поэтому получается у нас решение здесь вот такое, z равно a 0, значит, равно плюс-минус 2i. Вот это вот, собственно, решение уравнения в комплексных числах. Вот такого. А дальше с его помощью давайте попробуем решить более сложное уравнение. Значит, z2 плюс 2z плюс 5 равно 0. Опять же, в обычных действительных числах мы это решать не умели. У нас здесь дискриминант получался минус 16 и все. Ну давайте попробуем в комплексных числах. И я сейчас сначала решу его совсем честно, а потом немножко поговорим. z2 плюс 2z плюс 1. Вот я выделю полный квадрат. Ну и скажу, что это равно, ну пока давайте плюс 4 равно 0. Дальше я могу сказать, что это z плюс 1 в квадрате. Благо алгебра осталась алгеброй. Это равно минус 4. Ну а дальше я знаю, что если z2 равно минус 4, вот такие вот корни, ну значит отсюда я получаю, что z плюс 1 равно плюс-минус 2i. Вот. И тогда получаю, что z равняется минус 1 плюс-минус 2i. Теперь давайте я немножко попробую похулиганить и применить то, что у меня было известно еще со школы. Давайте я просто дискриминантом побалуюсь. То есть дискриминант у меня здесь минус 16, который я могу представить как 16 и квадрат. А дальше сказать, что пускай z1, z2 у меня равно, значит получается минус 2 плюс-минус корень из 16i квадрат, деленное на 2. Дальше я могу сказать, ну корень из 16i квадрат, это же наверное 4i, правда? Минус 2 плюс-минус 4i, деленное на 2, ну и получить минус 1 плюс-минус 2i. И вроде все хорошо. Но вот здесь вот есть одно очень важное но, которое заключается в том, что мы сейчас работаем с корнем из комплексного числа. А вот корни из комплексного числа мы с вами вообще-то не очень умеем извлекать. Это какое-то новое действие. Это новая функция на новом множестве. И она не обязана работать так же, как работали функции на множестве действительных чисел. И вот корень это первый пример того, что на самом деле все немножечко по-другому у комплексных чисел. Вот смотрите, я сейчас покажу на примере, например, корни четвертой степени, корни четвертой степени из числа 1. Вот что это такое? Ну вообще это решение уравнения z в четвертой равно единице. Значит, здесь я могу показать, что у такого уравнения есть сразу 4 корня. Это 1, это минус 1, это i и это минус i. Почему других корней нет, предлагаю просто мне проверить. Ну либо вручную вот так вот опять же можно проверить, что вообще-то других корней нет. Вот. Ну и в случае действительных чисел у нас был порядок. Мы с вами могли два числа взять и сравнить. Вот в комплексных числах уже порядка нет. Что больше? 2 плюс i или 1 плюс 2i? Какое из чисел больше? Да я не знаю. У меня здесь нету порядка. И поэтому, вот если на действительных числах мы могли корень определить как положительное значение, и у нас как-то на этом все строилось, то вот в комплексных числах мы не можем выбрать один хороший. Вот ты будешь хорошим, а вы нет. Нет, так уже не работает. То есть на самом деле на множестве комплексных чисел вот у корня четвертой степени из единицы четыре значения. Здесь появляется многозначность. И, ну это, собственно, такой, это такой, в общем, новый момент. У нас функции теперь будут работать совершенно по-другому и по-другому определяться. Поэтому, ну, в общем-то, будет интересно. И, ну, просто к этому надо быть готовым, что в поле комплексных чисел у нас у корня из корня четвертой степени четыре значения. У корня, соответственно, третьей степени три значения. Вот. Вот, собственно, примерно вот такой вот разговор. Но зато мы теперь умеем решать вот такое уравнение. На самом деле в комплексных числах мы можем у любого уравнения найти, в общем, если уравнение n-ой степени, то с учетом кратности мы сможем найти все его n корней. И это, на самом деле, прямо круто. Вот. Вот такой вот коротенький разговор, который, понятно, можно раскручивать, раскручивать и раскручивать. Там трагентрическая форма записи комплексного числа, там формула Муавра, там формула Элера. В общем, там очень много всего интересного. Возможно, когда-нибудь это все интересное появится на нашем канале. Ну, вот, сегодня я, кажется, рассказал вам все, что хотел. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, если вы это еще не сделали. Пожалуйста, расскажите своим друзьям, что у нас можно заниматься математикой, готовиться в том числе к УГ и КИГ. Вот. А с вами был канал Профематика, Игорь Уколов. Математика будет понятной, особенно если смотрите на нашем канале. Кажется... Нет, кажется, этого я еще сегодня не говорил. Ну, в общем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok